Ох, он умеет эту колобаху катить, ой-ой-ой, накатает такую колобаху, накатает. Проколола? Всё, идёт. Запись. Отец наш Небесный, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, благослови нас во Святом Духе Твоем, пребывая, исследовать Слово Твое Святое, чтобы ни одна, даже самая маленькая, потаённая, что-то не осталось для нас нераскрытым. Потому что Ты, Господи, сказал, что всё сделал для того, чтобы мы спаслись и пришли в разум истинный. Домостроительство Твое, всё так построено, чтобы каждый человек мог спастись, каждому Ты дал талант веры. Но, Господи, этого мало для человека оказалось, потому что мы должны и возвестить другим, как Ты возвестил нам. Помоги нам, Господи, всё преодолевшее устоящее, свежая надежда, воскресенье, жизнь вечную. Помоги нашим болящим, трудящимся в слое Твоем, всем, кто в интернет-сообществе, те, кто мало их знает, этих братьев, тем, кто там оглашенные, на оглашение подали, тем, кто стремится познать истину, Господи, благослови их. Даруй им нужного Духа, нужная Духа Твоего Святаго. Помоги, Господи. Слава Тебе за всё, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Много званых, но мало избранных. 52-55 стихи, Евангелие Теана, 6 глава. Сегодня у нас какое число? 11. 11 декабря 22-го года. Итак, тогда иудеи стали спорить между собою, говоря, как Он может дать нам есть плоть свою? Иисус же сказал им, истина, истина, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. И ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу Его в последний день. Ибо плоть Моя истина есть пища, и кровь Моя истина есть питье. На этом прерывается этот абзац. И читаем небольшое толкование блаженного Феофилакта. Готовим вопросы. Иудеи, услышав о вкушении плоти Господней, не верят, поэтому и произносят слово неверие. Слова неверия, ну или слово. Как? Как? Ибо когда входят в душу помыслы неверия, тогда совприб. Входит и слово как? Посему, когда мы слышим, что не вкушая плоти Сына, не можем иметь жизни, мы должны иметь несомненную веру при принятии божественных тайн, а не спрашивать, как? Ибо душевный человек, то есть следующий по мыслам человеческим, душевным или естественным, природным, не принимает сверхъестественного и духовного. 1 Коринфянам 2 глава 14 стих. Сейчас мы с вами. Могу прочитать. Давай. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что осемь надо бы насудить духовно. Почитает это безумием. Да, о безумии надо будет поговорить. Так и духовной пищи плоти Господней он не разумеет. Между тем, не причащающиеся оны не будут иметь участие в жизни вечной, как не принявшие Иисуса, который есть истинная жизнь. Так, у нас есть принявшие сегодня? Да. А кто? Я. А, все. Эти ушли. Тетя Алла как раз для вас. Вот вы остались, пободовствовали. И для вас, блаженный Феофилат сейчас говорит, вы причастились. То есть, понятно, что стремится. Ну, кто-то там тоже причастился, ну, дай Бог им прочитать это. Но не остались, и, возможно, не будет еще раз им. Это вам как на день рождения. У вас сегодня новый день рождения. Господь обновляет вас опять. Слава Христу. И дает вам эти слова бодрости и надежды. А нам, чтобы мы, те, кто не причащался еще, чтобы, ну, отринув все вот эти вот сатанинские козни, потому что сатана очень не хочет, чтобы мы вкушали тело и крови Господней. А еще лучше, чтобы мы неправильно думали о теле и крови Господней, как в 1 Коринфянам 11 главе. Говорит, потому что неверно рассуждали о теле Господней. Потому что нужно верно рассуждать о теле Господней. Исследуя все, нужно верно рассуждать о теле Господней. Причем это такое дело, что сильно ты о нем не поговоришь. Оно внутри человека это все остается, и оно должно остаться незыблемо. Это же как догмат у нас. Тайна. Это вообще тайна домостроительства написано. Поэтому она как бы и не тайна, об этом говорится, но об этом нельзя рассуждать долго много. Вот святые любили порассуждать. Особенно вот там о свете нетварном и так далее. Столько рассуждений, я даже не понимаю. Я там читать пытался, даже много читал. Я ничего не понимаю. Для чего мне это надо, допустим? Тварный свет вот на горе, как бы Фаворской, непонятно на какой. Это тварный был свет, нетварный свет. Но мы бы сейчас рассуждали. Вы помните, когда началось творение книга Бытия, то растения в какой день у нас расцвели? В третий. В третий день расцвели. А солнце в какой день было снатворено? В пятый. В четвертый. В четвертый, правильно. Я сейчас близко с этим знаком, так как веду сейчас как раз эти места, и поэтому я так могу. И там святые об этом говорят. Поэтому могу сказать, что как так? Растения тогда, когда нет солнца, а что светило-то тогда? Свет откуда был-то? Оказывается, свет, он там трех видов есть, как бы свет. Свет, это тварный, солнечный. Свет духовный. Духовный свет, который людей просвещает. Мы его тоже не видим. И свет, который, вот этот свет, который был три дня при начале сотворения земли. Вот три дня был этот свет. Откуда он шел, кто знает. С небеса небес ли там это, или с рая шел свет, или прямо от Бога исходил. Кто светил, или Дух Святой светил, или Иисус Христос, или сам Бог светил. Никто не знает, что мы сейчас будем гадать-то. Просто мы выделяем этот свет, он необыкновенный, и все. И даже если мы узнаем, допустим, это нетварный свет. И что? Прославим Христа. Это тварный свет. Ну, и что? Прославим Христа. Ну, Бога вообще. Отца, Сына и Святого Духа. Почему мы говорим с вами об Иисусе Христе? Часто очень. Говорим, спаси Христос, там и так далее. По какой причине? Хотя можно говорить, и спаси, приставит Троица, слава тебе, спаси нас, приставит Троица. Но вспоминаем Иисуса Христа. Да, потому что мы ставим все на места, как Господь поставил на место, себя и все, все, что... Да почему мне так плохо на вас смотреть? Через очки-то я не смотрю. Я только читаю. Я только читаю все. У меня с дырками очки. Прошу вас забыть. Почему? Потому что Господь Иисус Христос нас ведет к Богу Отцу. Мы согрешили до такой степени пред Богом Отцом, что недостойны Его назвать Отцом Своим. Вот так. И поэтому мы все время призываем Господа Иисуса Христа, хотя должны призывать через Бога Отца. Вот так. И во Святом Духе находясь. И тогда мы призвали Бога Отца, Сына и Святого Духа. Но слово Бог, оно так замылено, что когда священники говорят слово Бог сейчас, мне этого мало. Потому что я знаю, они после этого не скажут Иисус Христос в Духе Святом. Никогда не скажут. Все, они Бог, 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 да будь сам неплох, начинаются эти поговорочки. Это о чем говорит? Значит, не надо никакого Бога. Я-то неплох. И теперь зачем мне имя Бога? Без Бога не до порога. Вот это они не говорят почему-то. А будь сам неплох, прожужжали все уши. Ибо вкушаемое есть плод непростого человека, но Бога. И могущее боготворить как соединение с Божеством. Она есть истинно пища. Так как удовлетворяет, не на малое время, не портится, как приходящая пища, но способность струит к вечной жизни. Подобным образом и питье крови Господней. Здесь кровь с маленькой буквы. Это как бы в контексте идет. Есть кровь прям, когда говорится кровь, то прям с большой буквы. Ибо есть истинное питье, потому что утоляет жажду не на время, но пьющего охраняет от жажды и нужды навсегда. Как и самарянки, говорит Господь, пьющий воду, которую я дам, не будет жаждать. Иоанна 4, глава 14 стих. Ну, так и сказано. Ибо кто через причащение Божественных Таин получит благодать Святаго Духа, тот не будет, подобно неверующим, ощущать ни голода разумного, ни жажды. Ну, вопросы есть какие-то? Надо продолжить немножко разбирать эту мысль. О какой жажде речь идет не будет, но они же все равно пить захотят. Вот, вот хороший вопрос задал. Брат, чувствуется, углубился в себя. Совершенно верно. Ну, вот причастилась у нас сестра, поздравили ее. А дальше-то сколько ты не будешь причащаться? Может месяца 3-4, а то полгода, а может и год. Ну, если заболеет, человек обычно там зовет причащаться, а если живет нормально, ну что, живешь и живешь. А это все время, что кровь так и действует, и у тебя жажды нету Господня. Значит, надо на кровь Господню разбирать духовно. О чем мы вначале и сказали. О духовном состоянии. Есть душевное, есть духовное. И если мы правильно рассуждаем о теле Господнем и о крови, конечно, то, значит, речь идет о Божественном Писании. То есть, дальше нас жажду утоляет Божественное Писание. И Господь, в общем-то, говорил не о крови своей, а говорил о Писании. О жажде слышания Слова Божьего. А почему? Для познания. Для жизни. Для жизни вечной. Конечно. Все. Очень просто. Надо несколько слов узнать в христианстве и жить по ним. И ты легко ответишь. Тетя Алла чувствуется, баптистская закваска до сих пор? До сих пор. У нас, видите, у нас очень слабо, чувствуете? Любовь к Слову Божьему привита была. Жаль, что вы не выходите на занятия. Помогли бы. Там столько жаждет братья. Люди сидят. Сидят как мыши. Ни о чем не говорят. Может быть, вы нашли бы для них слово. Я не могу найти для них слово. Ну, Юля, выходит иногда на занятия. Ну, я наслышала. Я постоянно призываю. Ну, вы на галерке. Ау, там, допустим, 60 человек. Там 40, 50 постоянно. На галерке откликнетесь. Хоть слово скажите. Молчат. Потом что-то скажем. Иногда. Ну, такое, что им не нравится людям. И вдруг раз, выскакивают. Как из табакерки. Такими розками. И давай там что-то. А вы кто? Вы сколько у нас? Я тут у вас год уже. Это что? Вот вы сейчас там что-то сказали. Господи помилуй. Да об этом ли надо думать-то? Вы о чем думаете? Мы говорим о жизни вечной. О том, что надо священное писание любить. А вы нас понужаете там за то же. Я сначала думал, что у меня за священников. Эта женщина что-то не понравилась. А мне говорят. Да она пятидесятница. Я такой. А что ей тогда не понравилось? Понять тебе могу. Говорим о священниках. А она через священников. Уже о своей судьбе или жизни в пятидесятниках думает. Ей нужно переходить. Она не хочет у пятидесятников. Как бы в православие. А слыша о том, что у нас-то тоже не все в порядке. Останавливается человек. То есть переход. Ты на чем спотыкаешься человек? Непонятно. Ты жизни ищешь вечной? Или чтобы тебе услаждался слух, что все хорошо, все прекрасно. Все прекрасные, все красивые. Все дородные. Лепота. Да? Нет, именно порядок. Порядок восприятия. Ну представьте, вот кто-то... Наверное, что там представьте. Вы все понимаете. Вот у нас была Галина Ивановна. Нет. Да и Кубайкина тоже. У нас две Галины Ивановны были. Они одновременно ушли. Да, две Галины. И походили, говорят, там вы видели в храме. Потом куда-то перешла, 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 перешла. Все. И нету. А почему? Че искали-то вы там? Вы ушли. Куда вы? Че искали? Куда вы нам идти? В армию только? На передовую? Да. Там четкая дисциплина. Снаряд летит. Ты вот так вот раз кверху этим. И вот сидишь уже как страус. Все. Спрятал голову. Там уже тебе никто не будет ничего говорить. А здесь снаряд Божий один, второй. 719 снарядов к нам летит. И мы перед всеми должны вот так вот, вот так, 10 пальцев в землю. И своими рогами еще, если есть. Лучше, чтобы не было. Вот как нужно. Перед Господними канонами. В храме говорю. Не разговаривайте, не разговаривайте. Пожалуйста, сестры. Но не разговаривайте. Я вот чтец могу сказать. Ну, конечно, смысловое. Не то, что там я. Сел и такой начал там что-то вещать. О погоде. Нет. Смысловое. Я могу сказать. И то я это очень редко произношу. Там с Виктором Андреевичем перебросишь что-то и все. Но это все по делам там, по нашим. Ну, то нет. И то, думаю, сейчас скажу что-нибудь. Начну все думать, что я болтливый. Нельзя разговаривать. Нельзя. Простое дело нельзя. А теперь представьте. Это вот раз мы уничижились. Ну, я тоже там иногда что-то произношу. Бывает. Простите меня. Господи, прости. А теперь представьте священник. К нему приходят тысячи людей и просят крещения. И он их просто берет с них деньги. Ничего не говорит. Ставит их в тазик какой-нибудь. Или просто расшнуруй носочки. Опусти. А сейчас они ходят в маленьких. Видели новая мода? Вот такие широченные штаны. Вот такущие. Как были, знаете, в 50-е годы. Клёш. Да нет, не клёш, а прям прямые. Вот такие широченные. Вот такие раструбы. Девочки ходят. Мужчины всегда в одном и том же. Потом коротенькие, это, кроссовки. Или вот такие, или кроссовки цветные. Или вот такущие мордовороты. Вибрамы у нас были. Мы по скалам лазили в них. Страшные. Ага. И вот такие коротенькие носочки торчат. И эти штаны широкие должны быть подняты над ботинками сантиметров на 10-15. Я иду мороз 40 градусов. Они стайкой бегут. Вот все вот так одетые. И у них это, или этот чёрный, или такой серый накид. Ну, как он, этот пуховик. А шапки все такого поносного цвета. Знаете, как что-то такое болотно-жёлто. Ну, вот оно вылазит обычно из человека. Вот такого цвета. Вот одетые вот так вот женщины. Ну, и молодые. Откуда ещё взяли вот это вот? Это что за путь такой? Куда они хотят добежать? К тем, кто ждёт их там. Ну, это только Сатурна ждёт. О чём думают? Что за мысли там в голове? Мне интересно, так же и мужчины, которые за этими увиваются. Что там за мужчины такие? Запад успел клетворную руку к нам провести. Интересно, тут главное был коммунизм. И Сталин своим коммунизмом сдерживал вот растление плоти, будем говорить. Душу растлили, но плоть растлить сдерживали. Даже странные ощущения были всё время. Там против всех они были. Чтобы только семья там, дети, воспитание, пионеры. То есть дисциплина была железяка везде. На Западе постоянно какой-то кисель, 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 кисель. Потом до нас добегает тухлая какая-то река и вдруг начинает поглощать вот эти все страны ближайшие. И на Украину хлынуло. И на Украине сразу поразило всех людей. То есть как готовы были люди. А в России не так долго, как Алла Пугачёва. Там этот Филипп Киркоров гадёныш. Вот эти вся экстрада занимались людьми. Кино этот самый, индустрия. Всякую гадость всё время. О чём там говорят они? У них зомби. И как изменить человека, чтобы человек из мужчины стал женщиной, из женщины мужчиной. И сейчас это баскетболистку обменяли на нашего лётчика. Говорят, это баскетболистка. Это мужик. Настоящий мужик. Это мужик. Видели, он весь на колках. Ну, я не знаю, смотрите время-то. Он весь на колках. Черепа какие-то черепа. И лицо-то мужичье. Играет в нашей команде в Екатеринбурге. За место как женщина. И пятикратный чемпион. Пятикратный чемпион. Но едет чемпионку мира. Вот этого существа. У этого России. То есть постоянно выигрывает. А как не выигрывает, когда мужик? А он просто поменял пол. И теперь сюда приехал в Россию. Вы понимаете, он заражает натурально. А все кричат, болельщики там, болеют за УНО. Вы понимаете, как они прокрались к нам? И главное, у нас-то страна не такая. Православие как держится, оказывается. Ну, сейчас называют русское православие. Я понимаю, почему говорят русское. В Болгарии они тлетворностью. Финны. У них уже даже женщины есть у финнов. Православные церкви. Священники. Священницы. До чего дошли. Они даже 66 книг приняли, финны. Хотя они православные. То есть православие так вот в странах поражено. Но на Востоке еще держится. Слава Богу, там Антиохия. Вот недавно собирались они. Болгары не собираются. А ведь через Болгарию мы получили церковно-славянский язык. За который сейчас ратуют. Никакой крепости у людей нету. И вдруг Господь нам показывает чудо. Он просто поворачивает вот так и говорит. Вы видите, какое чудо. Вы никакие. Вы вообще никто. Но оттуда настоящий сатанизм к нам лезет. И все через то, что правильно мы принимаем тело Господня или неправильно. Священники наоборот. Они думают, чтобы люди чаще исповедовались, чаще причащались. И этим они не благость доставляют церкви и Господу нашему. Не благость доставляют. Люди просто выходят. Кто еще не причастился? Вот так чашу. Вот так. Кто еще не причастился? Если ты пришел на причастие, ты что забыл об этом? Или ты вышел там покурить в туалет куда-то? Когда тут причастие идет? Ну так-то. Как так кричать, кто не причастился? Они говорят и не думают даже. А потом, вы кто такие? Откуда взялись? Я? Вот, гляди. Сколько наград. Все бордовое, красное здесь. Только куриные лапки за место ног человеческих торчат. Итак, как же нам правильно рассуждать о теле Господнем? А вот как. Нужно принимать каноны, исполнять и все. Ну хотя бы крещение приняли. Но это хотя бы, это как с нашей стороны такая как бы православная хитрость называется, христианская. Они-то понимают, священники, что это все не просто так. Представь себе, он вдруг, ты ему сказал это, что нужно погружать человека. И он правда вспомнил это вдруг. И да, да, конечно, погружать. А ты ему вдогонку. Да, и из храма там торговлю вытащи. Он знает, что за этим очень многое стоит, священник. Они даже бьются на подступах, когда мы говорим, надо крестить, но только оглашать сначала. То есть они оглашение тоже понимают. Двери, двери, там оглашенные зайдите. Они же все это тоже. Им же интересно, что это за оглашение. Что двери, 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 свечка, свечка, троллейбус, троллейбус. Надо же что-то знать, что это такое. Они, наверное, немножко заглядывают, смотрят. И такие, опа-на, это нужно пройти. И те, кто верные остались, а те, кто оглашенные, ушли. И вот он, диакон, стоит, допустим, такой умный. Хорошо. Га-а-а, судьба! И так далее. Молодец, поет хорошо. Но тут раз, двери, двери. И он такой, и что дальше? Двери, двери. И что, и двери на месте стоят. Не подпрыгнули, ничего, нету. Да он знает, что ему делать надо. Надо пройти и посмотреть, где верные, а где оглашенные. А в нормальных храмах было все понятно. Вот тут верные стоят, а вот тут оглашенные стоят. И оглашенные раз, и вышли тропинкой. Как у нас вот это все происходит. И нету оглашенных. Оглашенные не только те, кто оглашаются, но те, кто под эпитемию и батюшки. Понимаете, как мы начинаем цеплять? Эпитемия, батюшка. Когда последний раз эпитемию давал? С абортами приходят тебе, все женщины. Пятьдесят поклонов. Сорок. А семьсот девятнадцать снарядов. На тебе, на тебе. От господа. По башке. Не хочешь? Не хочу. И он тогда начинает. Ты кто такой? Ты зачем это открываешь все? Лежало оно под спудом, тысячелетие еще пролежит. Ты чик там. Ты раскольник. Да ты хоть кем будешь? Потому что представь себе, ему сколько работать. Это что? Ему эпитемию. Ему сейчас каноны учить. Сколько там женщин. Это просто так уже женщина. Гляди. Женщина сделала аборт. А что ты сделала аборт? Надо же с этого дальше идти. Ты от мужа сделала аборт или? Да у меня мужа и сроду не было. Так, так, так. А ты сколько абортов уже сделала? Да так, двадцатку может. У тебя не здоровье просто, а бронетранспортер. Должно давно погибнуть уже. А на двадцать. Двадцать. Да тебе двадцать и пяти минут надо. А это от одного мужчины? Да нет, от двадцати. Знаете, как в том анекдоте? Все нормально, говорит? Да так, все нормально. Только, говорит, конюшня сгорела. А что сгорела? Да знамя, говорит, у нас украли. Знамя украли. Ну и, говорит, там командир дивизии закурил. И просто, сроду не курил. Так он еще и напился. Упал, говорит, и окурок поджег. И вот так все нормально у нас. Все хорошо. Конюшня только сгорела. И сам обгоревший весь. Столько грехов наворотили. Я вам только маленькую цепочку зацепил. Я не хочу дальше раскручивать. Вы сами уже понимаете. Но те, кто не понимают, допустим, слушают. Если захотите, задавайте вопросы. Раскрутим всю цепочку. Все 719 крупногалиберных снарядов от Господа, которые летят в священников, они все к ним приземлятся. Вы что думаете? Вы тут ходите за священниками? Ручки им целуете. И все хорошо, что ли? Ничего не делаете. Они вам говорят, ничего не надо делать. Причастился и споведался. Кто не причастился? Беги сюда быстрее. Ты прибежал такой. Все, причастился. Рассудило теле Господне. А дальше куда пошел? Покурить. Покурить, потому что долго 40 минут стоим. Крестят целых 40 минут. Я все это сам видел. В Юрге при этом. Батюшка, такой добрый. Он так быстро крестит. Ой, так долго крестит. Сколько? Говорит, я это. Подошел к ним. Говорю, батюшка, ты только побыстрее. Он говорит, нет, я буду все это. 45 минут. Я, говорит, выскочил. Еле, говорит, сигарету поджег. Руки трясутся, так курить охота. Покрестил все. Я говорю, ох, какой у вас батюшка добрый. А что он тебя не спросил, что ты курящий? Сразу, а ты кто такой? Этот человек, это не батюшка еще. А этот батюшка меня потом выгнал. Я к нему пришел. Он узнал, что я от Лапкина, из общины Якима Лапкина, он перепутал батюшку Якима с Игнатья Игнатьевичем. Он Игнать Игнатьевича знал. Он меня выбросил на Пасху. Я его спросил, а почему у вас оглашенных нету? Что-то не выходит Я говорю, я вот оглашенный А где? Да вот отец этим Яким Лапкин в Барнауле Ах, сектант У меня уже поставил Куличок поставил мне поесть С кофем Пригласил там к столу Он как соскочил, ну давай меня крестить И Женя, и Женя Ну я встал, пошел, конечно Он такой, стой А вот там еще наверху, это на втором этаже Такие браморные лестницы Я повернулся Скажите, как у вас хватает совести Оголять Матерь Церковь Своими раскольническими словами Такой, пазантный Старый Игорь, Игорь, можно Я вот эту тему ты поднял как раз О том, как реагируют на то Что христиане там рассказывают Какие-то вот такие И я когда к сестре приехала Я им всем развезла книги И когда я приехала С Валей мы пошли со сестрой И я взяла трехтомник Потому что я им всем купила И раздавала И священник еще не началась Служба еще не началась И я подошла И говорю Батюшка Он говорит, нет Сейчас уже начинается служба Вы по это самое Я говорю, ну у вас еще есть время Он говорит, есть Но все смотрят так Смотрят Ну небольшая такая церковь Смотрят так на меня И он говорит, а что вы хотели? А я подошла, говорю, Валя, давай И вот трехтомник вот Я говорю, я вам привезла Принесла подарок Привезла С Барнаула Где я нахожусь в храме Уже 30 лет почти И я вот вам привезла Такой подарок Трехтомник И несу ему Он как от меня Вот так шарахнулся Вот так он стоял Он прямо от меня куда-то Я говорю, что батюшка Подошла еще Он говорит Положите, положите Это вот там, где вот там Где все приходят эти Берут там свечки Которые положите туда Я стою Все замерли там Со спиной моей Такая, ну вот знаете Вот как у нашей же Вот почти церковь Вот там такой И я стою вот так с этими Ну с книгами-то с этими А он говорит, положите Я говорю, нет батюшка Это такое богатство Которое никуда не нужно класть Кроме как на ваши ручки Примите, пожалуйста Смотрю, покраснел Посинел Вот так Как-то так Смутился Смутился Потому что я Ну так тихо ему говорю Это для вас Это такое богатство Вот это вам пришло Такое богатство На север Ну я там про север Там им все это И как ехала долго И как это И он стоит Подошел И вот так взял у меня Подошел Взял Положил Это был шок Все говорит Валя Ты чего Ты как-то ему перечила Я говорю А я ничего не перечила Я как-то плохо сказала Она говорит Нет Ты тихонько сказала Я в шоке была Что он От этих книг Которые все хотят А он Священник называется Вот Вот мы священники Были какие Ну мне лично понятно Все Можно было Раскрыть все это Почему и как Ну Страх перед людьми Просто Да Люди Такие Показывает все Это Так Ну вот Все Поедем домой Да Ну давайте Слава Вопросы есть еще? Вопрос А вот у баптистов Там Титала-то ушла Кто знает У них там кровь остается Какая кровь? У них нету крови У них нету крови Да Их воспоминающие Все воспоминают Просто воспоминают Мне уже Антолик Узмич Это у меня уже все Вот это Нету Нету крови Они Они не понимают Что такое присуществление Слово Присуществление Они Голова закрутится И упадут Они даже его не произнесут С одного раза Присуществление Присуществление Это так их ловить надо Как этих Ложеночек Что она ему больше Ты не понимаешь Для Геннадия Фаста Был шок Когда Игнать Тихович Он беседовал Он говорит Я-то говорит Он про себя-то был уверен Что он Библию-то знает Хорошо А тут оказывается Мы Живем-то не по Библии Вот это Он мне главное Показал Вот это Для него шок Был Страшное дело Когда шок Будет для нас Что мы живем Не по Библии Господу Нашу славу Веки Веков Аминь Достойно Есть Якова Истину Блажите Тя Богородицу Присноблаженную И Принепорочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херубин И Славнейшую Бессравнение Серафим Безысления Бога Слова Родшую Сущую Богородицу Тя Величаем Ну Людмила Степановна Давно не были Сестра Господи Иисусе Христе Сыне Боже Благодарим Тебя За этот День Благодарим За веру Дарованную Нам Благодарим Господи Что Ты Принимаешь Наши слова Принимаешь Наши Просьбы Господи Не оставь Милостей Посети Всех Нас С Крестово-Звиженской Свято-Анафимовской Общины Не оставь Милости Сохрани Всех Для вечности Тебе Слава Веки Отец Сын И Святой Дух Аминь Аминь Спаси Христос Слава Христу Аллилуйя